Книги об истории родного края, известных земляках и памятных датах. Эти издания вряд ли активно выходили бы в свет, если бы не внимание со стороны региональных властей. Нижегородские книгопроизводители готовы выпускать подобную продукцию и получают поддержку в рамках областного издательского совета. Речь идет как о заказе, а значит финансовой стране, так и продвижении литературы. Нижегородская область в этом направлении пример для других регионов. Я была на совещании в Федеральном агентстве по печати и массовой коммуникации. И там все издательства как один жаловались, что местные власти не уделяют внимания. И только у нас, я выступала, могла гордиться и говорила об этом, и что только у нас есть такой издательский совет, который занимается как раз проблемами издательств и способствует тому, чтобы лучшие какие-то образцы издавались. Во главе угла некоммерческая составляющая, скорее социальная, историко-краеведческая, патриотическая и образовательно-просветительская литература становится доступна для любого жителя региона. Издания, вышедшие за счет средств областного бюджета, ежегодно поступают на безвозмездной основе в Нижегородские библиотеки, музеи и архивы. Многие книги позволяют читателям открывать для себя новые горизонты всего того, что происходило когда-либо на просторах Нижегородского края. Мы выпустили недавно книгу, посвященную выставке 1896 года. Это событие можно сравнить с крупным мероприятием международного уровня, уровня Олимпиады, скажем так даже. Это одна из самых удачных выставок, которые получились в Российской империи. И они практически забыли. Поддержка региональным правительствам печатного дела находит большой отклик у литературного сообщества, причем не только Нижегородского. Участие во всевозможных книжных выставках – яркий пример того, что продукции наших издательств пользуются особой популярностью у ценителей качественной литературы. В Нижегородской области, одни из самых лучших издательств, они публикуют очень качественные книги, где не просто воспроизводятся редкие архивные фотографии по истории Нижегородской области, но пишутся и хорошие комментарии к ним. То есть это исследовательская, серьезная литература, которая мне, как историку, интересна просто из профессиональных соображений. Особый интерес вызывают книги о Максиме Горьком – жизни творчества нашего знаменитого земляка. Сейчас, что называется, в тренде. Вот «Семь жизней» Горького, ну вот только что вышло еще несколько рецензий в центральной печати в прессе, ну и она признана, так сказать, самой, как говорится, современной биографией писателя. Часто его личность в последние годы принижают, размазывают, считая, что из эмиграции он вернулся и сломлен сталинским режимом, я с этим совершенно не согласен, вот, и пытаюсь вот все-таки в поисках книг находить то, что меня в этой мысли поддерживает и укрепляет, потому что мне Горький близок и интересен и значим. Нижегородский издательский совет начал свою работу в 2008 году. За 10 лет при финансовом содействии областного правительства издано более 80 книг общим тиражом почти 80 тысяч экземпляров. Как говорят эксперты, у руководства региона есть четкое понимание, литературный фонд необходимо увеличивать, издательства отвечают готовностью.